Добрый день, дорогие друзья! И опять добро пожаловать в симуляцию. Сегодня мы продолжим наш разговор об осознанности и структурах психики. Итак, в прошлый раз мы с вами остановились, что у человека есть картина мира в участии в построении данной картины мира, где есть человек, который является игроком, то есть наш Людио, по-латыни игрок, у которого есть сознание, которое формирует эту реальность, и у которого есть наблюдатель, он же Абсолют, который формирует эту игру. И таким образом наше тело оказывается в игре. Айминь. Я в игре. Айминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это один угол восприятия. На самом деле вот эти вот составляющие психики, они реально божественны. И сознание божественное, и игрок божественен, и наблюдатель абсолютно божественен. Но есть другие управляющие структуры, которые также присущи психике нашей для того, чтобы игра развернулась. Их нарисую здесь. Может, не так симметрично получилось, но суть от этого не меняется. Какие структуры мы с вами упустили, когда говорили? Ну, например, для того, чтобы развернуть вот эту реальность, нам надо развернуть что? Нам надо развернуть пространство и время. Итак, пространство и время. А еще что нам надо для того, чтобы эта реальность развернулась? Нам надо внимание. то есть эту реальность надо пронаблюдать вот интересная штука получается получается каждая из вот этих управляющих структур время пространство и внимание является характеристикой одной из божественных структур сознания игрока либо наблюдателя и вот очень интересно вот если взять обычного человека то у него платформы в структуре психики строится вот так да ничто на дорогие друзья это не напоминает ее родимую звездочку да вот где мы начинаем с мистикой сталкиваться то мы только вошли на первую платформу она уже имеет интересную форму но теперь давайте посмотрим если у нас есть логика и мы задумаемся немножко сколько точек вниманием может удерживать человек при расконцентрации и вам любой психолог скажет что максимальное количество точек на расконцентрацию которой человек способен удерживать во внимании 6 господа а мы сколько имеем здесь структур 6 а давайте теперь поговорим про осознанность так что же такое есть осознанность я даже возьму свой мобильный телефончик и зачитаю вам что есть по меркам нашего социума осознанность понятие в современной психологии определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний то есть состояние в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего это способность сознания и интроспекции собственной деятельности то есть фактически осознанность это о чем это о провале в момент здесь и сейчас и о том что человек удерживается на этом моменте через расконцентрацию мы определились что максимальное количество точек расконцентрации который может удерживать человек их 6 таким образом если если вставляется ключ зажигания а он является седьмым вы думаете сегодня его сдам нет вы до него дойдете сами то он выпадает уже и таким образом ваша психика его держать не может интересно устроена игра да те кто прописывал знали куда ключик зажигания вставить а теперь смотрите вам ничего не хочется объединить вот здесь сознание рулит пространством игрок рулит временем а наблюдатель характеризуется вниманием представляете вот если нам наложить сдвинуть одну платформу относительно 2 платформ то у нас шестерочка превращается в троечку и у нас получается одна структура структура в которой б и к совмещены помните б мы свое время назвали вот эти структуры когда вводили схему к управляющие структуры совмещены и таким образом когда мы совмещаем эти структуры а мы это делаем при перепрошивке мы что получаем что у человека 3 всего лишь 3 точки расконцентрации внимания когда мы говорим об осознанности и когда 3 тогда мы уже способны психически воспринимать ключ в замке зажигания что может быть ключом дам еще одну подсказку господа внимание наблюдателя куда направлено сюда когда мы создаем пространство где мы его создаем здесь когда мы говорим о времени где протекается протекают события и где играет игрок здесь в карте мира картине мира в картине мира это все происходит а ключ зажигания направление куда должно быть в обратную сторону господа в обратную сторону электросхемы да это обратная связь уже не догадались о чем речь идет вот для тех кто не догадался о чем идет речь те кто спрашивает меня под предыдущим роликом так расскажите расскажите что есть ключ к этой игре что запускает реальную игру что помогает человеку быть осознанным и творить при этом именно творить проявляться и все же сделано для того чтобы человек просто проявлялся и перся от игры просто тупо перся от того как божественно прекрасна эта реальность что двигает человеком что запускает двигатель для того чтобы игра пошла для тех кто все таки увлекся и кому интересен инфодайвинг и кто сам хочет научиться управлять вот этими процессами всеми сам хочет научиться выстраивать свою жизнь и иметь отражение результатов своей работы в материальном мире и реально не придумывать результаты а наблюдать результаты как они проявляются в зависимости от того какую сферу вы приложите свое внимание да вы же можете проявиться абсолютно везде кто-то в бизнесе кто-то в медицине кто-то в науке кто-то в творчестве кто где мы все настолько разные у нас настолько разная психика но при этом у нас у каждого заложен свой потенциал да потому что у нас разные игроки и у каждого свои вкусы кто-то прется от морожки кто-то прется от пирожки а кому-то ни морожка ни пирожка не нравится понимаете поэтому тем кому просто хочется вот это все постигнуть на практике замечу на практике потому что мы все делаем по шагам и практически да мы приглашаем на обучение на обучение инфодайвингу и первый самый первый самый базовый курс на котором я все-таки в конце дам ключ и скажу что является ключом вот к данному техническому устройству данный первый курс пройдет уже совсем скоро суббота воскресенье называется осознанность инфодайвинг осознанность инфодайвинг вести его буду я и Евгений Волков почему Евгений Волков потому что надо будет утихомирить ум я его сейчас взбудоражила ведь ум сейчас все вот это вот может обыграть положить рассказать и так далее а это всего лишь блоки каждый блок представляет из себя микросхему и каждая микросхема если в нее углубится имеет определенные связи определенные провода определенные закономерности и определенные принципы работы это на самом деле очень большой объем информации но но когда-то начало первый шаг надо сделать потому что наша психика необычайно интересна и споров по поводу ее устройства всегда велось очень много и подмен было всегда очень много но мы считаем во всяком случае в инфодайвинге мы приняли за правду за первооснову результат нашего влияния если мы можем влиять и этот результат проявляется во внешнем мире значит наши настройки наши программы наши прошивки сделаны правильно а все остальное подтянется то есть у нас идет ставка на результат и результат так как все люди абсолютно разные то соответственно только результат может быть повторяемым а алгоритм сам он может быть разным под каждого человека когда понимаешь как внутри все работает соответственно к данному человеку ты подходишь индивидуально но есть определенные основы которые которые необходимо оттренировать на начальных этапах для того чтобы вообще осознавать куда мы идем зачем мы идем что такое инфодайвинг чем он отличается от гипноза взять базовые техники базовые наработки и пережить свой первичный базовый опыт приглашаю на курс осознанности инфодайвинг где я расскажу все таки что является ключом зажигания в данной схеме до встречи друзья до встречи друзья